Ну, я напомню, значит, на позапрошлой лекции мы определяли, значит, вот у нас есть, значит, то есть электрическая кривая, это кривая рода 1. Значит, электрическая кривая, это кривая рода 1, значит, ну, то есть мы пишем даже так, E, O, значит, род E равен единице, и О, вот так давайте снизу обозначать, это точка, определенная на основном поле. Значит, ну, поле, мы предполагаем, что поле совершенное, K совершенное поле, хотя сейчас я скажу еще немножко про это, просто я предполагаю, потому что вот ту теорему Риммана-Роха, как я формулировал, чтобы не замкнутым полем, вот ту лему, значит, которая там была, значит, как что можно определить себя базе, не замкнутым полем, вот она, вот там именно использовалась совершенность, вот, значит, теперь дальше, значит, вот в конце позапрошлой лекции, мы, значит, что сделали, было доказано, что вот есть верштрассовая форма. Давайте просто напомню формулировку. Значит, вот мы стартуем с такой кривой рода 1, на ней есть точка, и... Ну, и мы доказали, фактически, прошла теорема, просто я напомню формулировку, что если, значит, у нас, значит, что всегда кривая эллиптическая приводится к такому виду. То есть у квадрат равно х куб плюс ах плюс б, если характеристика поля не равна двойке и не равна тройке. Вот. При этом на этой кривой есть бесконечно удаленная точка, это точка 0, 1, 0 в водородных координатах, а это есть как раз 0 нашей кривой. Это было позапрошлый раз довольно подробно разобрано. Вот. И, значит... И две кривые изоморфны с коэффициентами, значит, вот есть кривая с коэффициентами а1, b1, изоморфна кривой с коэффициентами а2, b2, тогда, когда, значит, у нас а2 есть а1 на c в четвертой, b2 есть b1 на c в четвертой, значит, для некоторого c из ка, при этом преобразования такие, x переходит в c квадрат x, y переходит в c куб y. Вот. Значит, вот такая была вещь. Значит, доказывали мы, каким образом это. Мы просто брали, вот у нас есть эта точка, и мы находили функции x и y, так что, значит, x была... Принадлежала L от 2O, а Y принадлежала L от 3O. Вот так вот. Вот. И после этого между ними возникало соотношение, там, так что было там y в квадрате что-то и x кубик там что-то. И из того, что там соотношение характеристика не двойка и не тройка приводилось вот к верш-страссовой форме. Ну и дальше некое исследование получалось, значит, что вот такой ответ. Значит, давайте я скажу еще несколько слов. На самом деле это называется короткая верш-страссовая форма. Если любую книжку открыть по лимпическим кривым, это, значит, короткая верш-страссовая форма. А что делать в случае, если у нас характеристика равна двойке или тройке? Это, на самом деле, в случае тоже важно, потому что если изучать кривые над рациональными числами, там в какой-то момент надо рассматривать их редукции по модулю P. И там возникает все равно двойка и тройка, никуда не денется, с ними все равно надо бороться. Поэтому просто вот я, значит, скажу, что получается в этом случае. Но доказательства я не буду приводить, просто доказательства примерно такой же, как было в прошлый раз, с некими, большими, может быть, рутинными проверками. Значит, есть верш-страссовая форма длинная. Замечание. Называется длинная. Табло короткая верш-страссовая форма. Вот, значит, где характеристика поля уже любая. Любая характеристика, любая, да. Значит, тогда в этом случае можно привести вот к такому виду. Я пишу, как и раньше, все время афинные формы, то есть я не пишу проективное замыкание кривой, предполагается, что мы просто его рассматриваем. Вот, значит, и при этом можно ввести... И при этом можно ввести, значит, следующие коэффициенты, что b2, это есть а1 в квадрате плюс 4а2, b4, это есть 2а4 плюс а1а3, b6, это есть а1 в квадрате плюс 4а2а6 минус а1а3а4 плюс а2а3 в квадрате минус а1а4 в квадрате, c4, есть b2 в квадрате минус 24b4, c6, это есть b2 в кубе плюс 36b2b4 минус 216b6, так? И дискриминант это есть, тогда будет минус b2 в квадрате b8 минус 8b4 в кубе минус 27b6 в квадрате плюс 9b2b4b6. Значит, дискриминант не равен нулю, тогда, когда кривая не особо. Не особо. И жеин-вариант равен c4 в кубе делить на дискриминант. Вот, и тогда формулировка, как в прошлый раз, то есть, значит, что также жеин-вариант, если две кривые изоморфны, то у них жеин-вариант совпадает, а если, значит, жеин-вариант совпадает, то в обратную сторону, то они изоморфны над замыканием поля. В прошлый раз мы это показывали вот в этом коротком случае. И преобразование, значит, когда две кривые изоморфны. Преобразование. Преобразования такие, что x равно u в квадрате x' плюс r, а y, преобразование, которое сохраняет тут в ее штрассовую форму, y равно u в кубе u' плюс u в квадрате s x' плюс t, а, значит, u, r, s, t принадлежат полю, а u не равно нулю, они сохраняют, значит, форму Вирштрасс, вот эту длинную, и все. И при этом дискриминант меняется следующим образом. u в 12 на d' равно дельта. Ну вот, значит, я это выписывал, и больше этого касаться не буду. На самом деле выписывать это нельзя не выписывать, потому что действительно, даже на тку, когда я следующий кривые, вот в двойке и в тройке приходится работать с такими вещами. А это важно, там, будет для определения группы Шифаревич-Стейта и так далее. Доказательство этой теоремы примерно такое же, как вот это, с более рутинными, просто аккуратными проверками, руками. Значит, хорошо. Значит, вот я, значит, так, теперь дальше. Значит, Теперь дальше. Вот давайте следствие. Вот следствие, значит, вот из этой формулировки. Значит, мы имеем, что эллиптическая кривая всегда, если характеристика не двойка и не тройка, имеет в таком виде, и что две кривые в таком виде, значит, изоморфные, вот при таких преобразованиях. Отсюда мы сразу можем получить, описать полностью группу автоморфизмов кривой, которая сохраняет нашу выделенную точку. Ну, потому что у нас как бы выписано, так, значит, давайте я тогда вот это сотру, вот это я ставлю, то, что мы видели, значит. Значит, следствие этой теоремы. Значит, автоморфизмы кривой. Кривой. Вот это кривой, значит, эллиптической, задаваемой уравнением y в квадрате равно x куб плюс ax плюс b. Значит, что значит под автоморфизмом? Ну, то есть это как бы автоморфизм кривой, и мы требуем так же, чтобы он точку, вот эту вот выделенную точку, 0, то есть бесконечно удаленную точку, переводил в бесконечно удаленную точку, раз мы пишем тут ее указываем. Так, значит, следующий, автоморфизм следующее. Следующее. Значит, первое. Если ab не равно нулю, то x переходит в x, y переходит в минус y. Второе. Если а равно нулю, значит, единственный автоморфизм, и b не равно нулю, а, и рассмотрим, значит, элементы из основного поля, такой, что элемент не равен единице, и это кубический корень из единицы, то есть следующие автоморфизмы. Значит, x переходит омега g x, y переходит плюс-минус y, где g равно плюс-минус 1. И, причем, эти знаки, вот эти знаки, знаки берутся независимо. Ну, то есть знаки берутся независимо. Так, третье. Я это стираю, да? Наверное, уже никому это особо не интересно. Ну, это и выписано во всех книжках, вот более-менее, в которых вот, ну, это сельвермани, например, выписаны в нем. Вот эти формы. Третье. Если a не равно нулю, а b равно нулю, и i элемент из поля, который в квадрате равен минус единицы, то есть такие автоморфизмы. x переходит минус x, y переходит и в степени g на y g равно плюс-минус 1. Ну, доказательство очень простое, опять же, из той теоремы, которую мы доказали. Значит, вот у нас есть какие возможны только преобразования. То есть, у нас что? Мы должны потребовать, чтобы, что такое автоморфизм? Мы должны зафиксировать коэффициенты a и b и посмотреть, какие есть, как бы, преобразования x, y, которые a и b оставляют теми же самыми. Это будет автоморфизм кривой. вот так. То есть, мы должны рассмотреть, x переходит в цикл. А? Характериеско не 2, не 3, естественно. Ну, можно, конечно, в той формулировке. Что? Что, что? что будет плохо из характеристика 3? Нет. Значит, значит, что будет плохо из характеристика 3. В этом случае ничего плохого не будет. Вот если кривая заодно такое, это правда, действительно. Но мы тогда, эта теорема верна для любой эллиптической кривой. То есть, мы можем сказать, что, значит, вот, если у нас кривая эллиптическая над каким-то полем характеристики не 2 и не 3, то у нее либо группа автоморфизм, вот фактически там явно выписывая конечные группы. Какая группа? Фактору. В первом случае, если 10-2 на группу будет реальный, если группа есть 3, то группа будет так сам. Да, это правда. Значит, но я имел в виду другое, Андрей. Я имел в виду, что я написал, что кривой заданной вот таким уравнением. А теперь мы просто забудем, что мы просто берем произвольно-эллиптическую кривую и хотим описать ее автоморфизмы. И вот если она не 2 и не 3, мы можем просто первый шаг воспользоваться теоремой и исследовать вот такую вещь, и потом просто исследовать, и все. После этого получить такую теорему, что вот если характеристика не 2 и не 3, то для произвольно-эллиптической кривой вот, значит, выписаны все автоморфизмы, все группы. А так, естественно, что мы можем просто сказать, предположим, что у нас 2 или 3 хатеристика, и мы уже знаем, что кривая такая. То, естественно, значит, в этом случае доказательства. х переходит в c квадрате у, у переходит в c куб у, c из основного поля, это все автоморфизмы. При этом надо потребовать, чтобы c в 4 а есть а, и c в 6 б есть б. Ну и давайте это как упражнение на вычислении с корнями из единиц. Понятно, да? То есть вы должны просто посмотреть, какие есть возможности, у вас получаются вот такие, значит, просто перебор. Ничего такого за этим не стоит абсолютно, никакой больше идеи нет. То есть идея была основная, и таким образом мы действительно, если характеристика не 2 и не 3, мы получаем просто описание, вот как устроена группа автоморфизма в кривой, эллиптической. Первый шаг, сводим к верштрассовой форме, второй шаг, пользуемся вот этой формировкой. Теперь дальше. Понятно, да, все? Хорошо. Теперь дальше. Значит, теперь дальше. Вот групповой закон вводился при помощи теоремы Риммон-Роха. Мы просто, я напомню, что мы отождествили, мы отождествили, если у нас есть какая-то эллиптическая кривая ЕО, то мы, значит, отождествили точки Е от К и отождествили, значит, дивизоры и отождествили взаимодоначивые ответственности между дивизорами между дивизорами степени 1 над К по модулю, определенных над К по модулю рациональной эквивалентности. Ну вот, значит, было. И после этого мы просто как-то раскладывали точки. Мы брали одну точку, допустим, П-О плюс тогда мы говорили, что П плюс К равна какая-то точка Р на кривой, если П-О плюс дивизор К-О эквивалентно Р-О. Ну вот, такое было определение. Из теоремы Ремен-Роха просто. Вот. Это тоже было на позапрошлой лекции. Ну и в частности был такой еще критерий, что у нас если есть что был такой критерий, что если у нас есть теперь набор точек П1 и так далее ПН с кратностями Н1 и так далее Н пусть НК то мы говорим, что вот такая штука Н1 значит сумма НИТ ПИТ где сумму я беру как сумму в групповом законе на эллиптической кривой. Вот. Что это есть 0 ну то есть точка то есть 0 в группе тогда когда выполним два условия. Первое условие то, что вот это то, что сумма НИТ их во всем И равно нулю вот этих коэффициентов а второе условие то, что вот этот дивизор если рассмотреть его как дивизор сумма НИТ на ПИТ ПИ это есть просто главный дивизор то есть дивизор какой-то функции. Это тоже как вот складывать несколько точек. Это фактически индуктивная переформулировка вот этого условия просто индукции. Тут мы две складываем, а тут мы несколько точек следующее с кратностью. Значит это тоже было. Значит отсюда получаем следующую лему. лему. ну необходимым и достаточным условием чтобы точки P1 P2 P3 на кривой вот вирш-страссовой форме удовлетворяли соотношению соотношению P1 вот я плюсик в кружочке пишу это означает, что это означает, что я просто беру складываю точки как в группе на эллипической кривой чтобы это равно нулю является их коллинеарность то есть то, что они лежат на одной прямой является их коллинеарность ну в частности значит значит то, что они лежат на одной прямой причем в обобщенном смысле то есть на проективной плоскости значит ну доказательства ну рассмотрим функцию F равно LX плюс MY плюс N где L M и N из основного коря это прямая прямая на P2 прямая на P2 значит и мы знаем, что вот эта функция F имеет имеет вот пусть это кривая C будет имеет на C полюс третьего порядка порядка в если M не равно нулю если M сейчас если M не равно нулю коэффициентное Y имеет полюс третьего порядка вот в этой точке бесконечной точке значит тогда вот это имеет полюс третьего порядка значит и вся функция имеет третьего порядка но значит у нее еще должно быть три нуля но отсюда следует как бы что значит и других и также следует что других полюсов нет но означает тогда что у нас получается такая вещь что если P1 P2 P3 P3 нули F так то мы получаем просто такое соотношение P1 плюс P2 плюс P3 минус 3 вот этой точки О это есть наша функция F ну вот просто так вот мы по доказательству всех предыдущих теорем получаем такое соотношение но отсюда следует тогда отсюда следует что P1 минус O плюс P2 минус O плюс P3 минус O это есть F ну это есть условие того что сумма в групповом законе равна нулю просто по определению а если M равно нулю если M равно нулю если M равно нулю то получаем что у нас тогда какая функция F получается такая функция Rx плюс N ну и она имеет тогда X имеет полюс второго порядка имеет полюс второго порядка второго порядка порядка в опять же в точке O ну то есть тогда мы получаем что получаем что получаем что P1 плюс P2 минус 2 O равно F ну отсюда получаем тогда что P1 равно минус P2 в этом случае ну это означает что тоже она проходит через три точки просто третья точка это бесконечно удаленная точка которая вот у нас как бы не видна вот так вот то есть она проходит через три точки третья бесконечно удаленная ну и что отсюда мы получаем отсюда мы получаем просто закон сложения которые руками рисуется на эллиптической кривой который написан собираю всех книжках вот с этого начинают без без теоремы ремонт роха и так далее то есть вот давайте я нарисую как вот могу эллиптическую кривую но вот ее быть вещественная допустим картинка это кривой так это вот это вот кривая y квадрата на насиметрично относительно тассе тогда минус как устроен то есть точка п вот с координатами x y то . минус p это будет координаты это будет координаты x минус y так понятно это вот просто напрямую следует вот из этого дела потому что мы просто до что мы просто вот проводим такие прямые вот они вертикальные прямые x плюс n y к нету это вертикальные прямые вот эти вертикальные прямые высекают нам две точки и вот поэтому правило по 1 равно минус p2 ясно да просто вертикальные прямые а что происходит когда у нас прямые не вертикальные остальные в этом случае мы получаем такую вещь значит мы получаем что вот у нас коревая 5 в этом случае мы получаем такую вещь мы берем вот так вот значит вот у нас три точки p1 p2 p3 прямую привели уберем две точки проводим прямую мы знаем что сумма их равно нулю на на групповом законе и мы знаем чему равен обратные отсюда следует что чему равна . p1 плюс p2 это означает вот что мы берем . вот две точки на кривой проводим через них секущую и потом просто отражаемся вниз вот сюда вот приходим это будет . минус p3 это и есть сумма p1 плюс p2 вот такое можно давать определение причем заметьте значит из этого определения что следует из этого определения следует первое что мы можем выписать явные формулы просто руками для сложения там удвоение и так далее ну давайте значит значит это просто упражнение действительно выписывание там на выписывание секущих и тогда да как удвоить точку ну тоже ясно что вот у нас есть . вот как ее удвоить на секущую к женщине признано касательно чтобы она как бы сказать касательную провести взять точку 3 пересечения отразить понятно да ну потому что вот значит по этим правилам вот значит что еще можно заметить вот можно было стартовать с этого определения как часто и делаю тут просто но вот вас есть кривая веришь трасс в форме вот кривая так вот вы написали написали вот такой минус точку и значит и вот сложение точек вот так значит что получается из этого получается что надо проверять две вещи что мы имели автоматически стерео рима на руха мы имели две вещи первая вещь мы имели что если у нас p1 и p2 определенным основным полем каким-то полем то их сумма тоже будет определена тем же полем и минус это легко показать и так сейчас это покажу как вы просто на пальцах а вот более трудно показывать следующую вещь ну что значит что у нас значит мы получили некой некую некий закон значит сложения но ясно что этот закон симметричный так то есть это обе аль абелева вещь по один плюс п2 равно p2 плюс p1 ну так значит но в группе надо проверять сейчас с активности а вот тут это не так просто и вот как бы можно но у нас ассоциативность получалась за просто так из теоремы ременроха потому что мы сказали что множество точек на кривой просто мы перенесли структуру группы со структуры группы там дивизоров обе левой группы и все а тут надо доказывать ну вот тоже можно доказывать бестиарема ременроха но это уже надо возиться просто там рисовать чертежи вот как-то с кубиками в отец вот значит так давайте я выпишу несколько явных формул и задут прокомментирую то есть о том что я сказал что все на тем же самым полем будет что это и так было очевидным без всякой теоремы ременрох явные формы я их много писать не буду но несколько напишу значит если p1 то есть x1 y1 и p2 и то есть x2 y2 значит точки принадлежат принадлежат нашей ну пусть у нас значит c это кривая y квадрат равно из куб плюс плюс б принадлежат цветка вот и предположим что x1 не равно x2 тогда мы прямая которая соединяет две точки эти вот их по 1 и p2 будет такого вида y равно a x плюс b а где а это есть y1 минус y2 делить на x1 минус x2 а b есть x1 y2 минус x2 y1 на x1 минус x2 прямая которых соединены в этом случае тогда значит мы что получаем тогда . значит p равная p1 плюс p2 имеет следующие координаты мид координаты значит x x будет x есть y1 минус y2 на x1 минус x2 значит квадрате минус x1 минус x2 равно а а а на x1 плюс x2 плюс 2b плюс x1 x2 в квадрате плюс x2 x1 в квадрате минус 2y1 y2 значит делить на x1 минус x2 в квадрате ну а y есть минус x2 плюс b ну и теперь смотрите почему будет она иметь те же самые координаты потерями ли это третья точка потерями это просто у нас вот есть вот вот такое уравнение и мы подставляем значит уравнение прямой то есть мы получаем новое уравнение вот из этого уравнения мы получаем что у нас есть f от x а x плюс b вот прямая наши подставили вот мы хотим найти третью точку пересечения подставляем получаем некую уравнение на x равно нулю и мы знаем что три корня три корня и у двух корней это x1 и x2 координаты предлежат основному полю значит его третьем потерями это значит будет по нашему полю потому что с коэффициент основного уравнения лежат в поле то есть мы просто просто мгновенно получаем что при таком определении группового закона 3 . всегда имеет координаты из того же самого поля ясно что нетривиально это ассоциативность ну-ка замечательно значит а давайте еще скажу несколько вещей вот что еще отсюда сразу следует значит из этого дела значит из этого дела следует еще несколько сразу не несколько геометрических на таких фактов первое значит мы знаем что в таком правом законе 0 бесконечно удаленная точка значит что мы сразу можем тогда отсюда получить точки порядка 2 точки порядка 2 на эллиптической кривой ну какие точки порядка 2 ну вот у нас утверждение значит у нас должно быть игре к нулю то есть а мы знаем что так у нас криво не особо и все три корня различны то есть так три точки пересечения сосисосе у x может быть одна и бесконечно нет нет а дата парическим замыканием поле значит да вот да да значит да значит то есть получаем что это точки пересечения действительно их может быть там одна или больше как бы вот так вот но на долгебарических замкнутом поле мы получаем что у нас значит три точки бесконечно удаленная то есть над замыканием поле 4 точки порядка 2 это не случайно дальше а точки порядка 3 что такое порядка 3 значит точки порядка 3 то вот что это означает что мы когда отберем точку и начинаем проводить касательно . перегиба это означает что она касается с порядком больше чем обычно порядком 2 . перегиба вот значит сколько точек перегиба на плоской кубики ну как это определить значит за точки перегиба определяет такая отвечает такая вещь как гисян если у вас есть какая-то форма ну какая-то вот форма f от x y ну даже напишем в однородных координатах равно нулю то как определить начиточки перегиба это кривой надо взять рассмотреть определитель вот такой матрицы тут поставить всевозможный df по dx по dy df ну по всевозможным как бы вот да да по парам переменных это написано ну доказывать не будут написано например не так более-менее в начале книжки шифаревич по лагерической геометры и взять значит вот если это была кубическая вещь кубическая форма у нас будет линейные формы когда матрица три на три получается берем определитель снова будет кубическая то есть кубич снова кубическая кривая пересеченец двух кубических кривых на p2 над алгебраически замкнутым полем там по теореме безу это 9 точек то есть мы получаем что у нас в точек порядка 3 тоже 99 точек ну потому что точки перегиба их 9 пересечении с гисяном кривой так более того мы получили довольно интересное геометрическое следствие но ясно что у нас сумма двух точек порядка 3 снова будет точка порядка 3 но это просто в группе так устроена по-другому не может быть а как у нас сумма двух точек порядка 3 это получается что будет как бы вот это получается что это будет это получается что будет вот эта точка минус так то есть мы получили такое геометрическое следствие которое изначально не так и очевидно что если мы на кубики через две точки перегиба проведем прямую то мы получаем сюда пересечении будет 3 . перегиба то есть мы получили что нас 9 точек 9 точек порядка 3 и на самом деле в будущем мы докажем что там при хороших условиях там если м не делится на характеристику поля над которым накрывает то точек порядка м будет м квадрат мы докажем и в хорошем случае группа которая группа точек будет zpmz плюс zpmz группа точек кручения м того порядка но вот сейчас я просто объяснил на пальцах для точек порядка 2 и точек порядка 3 так хорошо давайте еще одно скажу следствие ну а такое но ну вы не прежде чем еще одно следствие говорит давайте лучше я значит такую сформулирующую теорему значит значит она состоит следующим что вот мы построили вот у нас есть c это значит наша электрическая кривая электрическая кривая кривая и мы сначала определили на группе вся точек закона сложения а потом я сказал что они задаются вот там рациональными функциями самом деле рациональными функциями то есть мы получили что у нас есть есть рациональное отображение есть рациональное отображение цена c c это просто заданное ну заданной формами сложения вот и она действительно рациональное потому что где выписывал суммы форму для суммы точек мы видели что там есть знаменатель в частности там значит x1 должно было быть не равно x2 так значит она задана формами сложениями значит есть такая теорема просто теорема теорема отображение отображение значит ну и из c c такое что фи от а это есть минус а и ну то есть минус и пси из c на c c так что пси от альфа бета это есть альфа плюс бета на точках так вот оно регулярно регулярно то есть на самом деле что она всегда локально она есть просто регулярное отображение без полюсового будет хотя изначально это непонятно то есть вот так то есть мы можем построить в этих точках как бы вот в нерегулярности мы знаем вот по теореме римана рога чему это равно сумма но почему значит ну в общем надо доказывать то есть на самом деле отсюда следует что c это просто алгебраическая группа если есть на каком-то алгебраическом многообразии закон сложения то есть закон абелева группы и так что эти эти отображения являются регулярными то это алгебраическая группа в одной из определений давайте докажем доказательства ну для вот этого это очевидно для фи очевидно потому что для фи очевидно а для отображения сложения для пси значит она регулярно пси регулярно в точке в точке альфа бета если альфа равно x1 y1 бета равно x2 y2 и x1 не равно x2 то есть альфа не равно бета или альфа не равно минус бета ну вот в тех формулах которые описал там было делить на x1 минус x2 ну потому что мы так касательно проводим в этом случае значит получается то не вертикально вот в тех формулах так вот тогда рассмотрим такое отображение рассмотрим рассмотрим отображение значит с я буду писать с кси значит у нас есть кривая это отражение будет от точки кси кси то есть я вот провожу через какую-то точку альфа прямую и вот попадаю вот сюда это будет с альфа значит рассмотрим отображение отражение 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 от точки от точки кси из нашей кривой c значит и мы предположим что альфа не равно кси ну просто отражение в смысле прямую так тогда ясно что по свойству группового закона из кси ну по определению от альфа это есть просто минус от альфа плюс кси дальше с кси с кси это рациональное отображение просто формулами задается отображение ну значит и более того она не просто рационально но значит если у нас выполнено что альфа не равно кси кси регулярное отображение кроме того с кси в квадрате равно единице ну вот отсюда это видно отсюда следует что с кси автоморфизм да 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 значит с кси с кси регулярно везде кроме 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 кси не равны альфа но просто на p2 задайте вот чему равна секунду проходящие секущие у вас будет вот на p2 в карта в однородные координаты перейдите просто помню не будем делить если мы перейдем к однородным координатам они красу множество да вот так вот но все равно мы должны это доказывать эту теорему потому что из тех изначальных формы было не очевидно вот например там удвоение точки вот этот бы на пальцах говорим что вот на свету и две точки слиплись значит и у нас получилось текущая перешла в касательную а вообще надо аккуратно все-таки проверять что получается вот проверка нужно то есть там действительно будет вы правы делить но мы когда перейдем к однородным координатам вот как раз уйдет на бесконечность там будет все нормально начались кси автоморфизм так значит из кси автоморфизм значит докажем что докажем что с кси от кси да а вот чем да теперь смотрите значит мы получили такое отображение так значит мы получили отображение с кси и она не определено только в одной точке когда xy равно когда альфа есть кси так и мы знаем что у нас есть рациональный а это по общей теории как-то рассказывал вам до начала продолжается эту точку а почему оно именно совпадает с тем что мы хотим ну почему она будет именно такая вещь вот этой надо проверить ну в данный момент как бы то есть мы знаем что она как-то продолжается school убрать исчезон геометрии ну то что она будет равна именно по такой формуле, которую мы на точках задание. Вот это надо проверять. Поэтому мы докажем, что из кси от кси другая точка пересечения, другая точка пересечения с x, с c, касательной в точке кси. Если мы это докажем, то тогда мы получим, что продолжение с кси в точку неопределенности будет создаваться именно такой формулой. Групповой закон мы и строили на пересечении этих касательных. Понятно, в чем тут тонкость? Это будет центральное место для доказательства полного в этой теореме. В данный момент вот так. Как это доказывается? Очень просто. Применим к соотношению, рассмотрим соотношение. У нас есть соотношение альфа на дивизоре плюс кси плюс с кси от альфа. Это эквивалентно как к дивизорам точкам 3о. Это просто из этого соотношения. Ну и того, что я до этого писал. Ясно, что у нас это все определенное основным полем и так далее. И мы можем просто к этому соотношению применить автоморфизм с кси. Применим автоморфизм с кси. Вот к этому соотношению. Ну ясно, что автоморфизм, как бы у нас есть некий автоморфизм, он сохраняет соотношение. Сейчас он автоморфизм. Он сохраняет к тому же эквивалентность дивизоров. Поэтому мы получаем... Давайте вот тут я напишу, чтобы на ту доску не переходить. Сохраняет эквивалентность дивизоров. Кроме того, мы знаем, что с кси от бесконечно удаленной точки будет бесконечно удаленная точка. Вернее, это будет с кси от бесконечно удаленной точки. Это будет минус кси. Ну, значит, это тоже. Если явная формула выписать, то с кси это просто будет минус кси. Тут вертикальная прямая. Она вертикальная прямая, она пересекает точку минус кси и бесконечно удаленная. Так. Поэтому, применив вот это сюда, получим такое соотношение. С кси от альфа плюс С кси от кси плюс альфа эквивалентно 3 от минус кси. Вот этим я бы использовал соотношение вот здесь. Так. Вот. Подставим то, что у нас есть с кси от альфа. Это есть минус от альфа плюс кси. И получим... Получим... Все-таки давайте... Получим тогда следующее. Получим такое соотношение. минус альфа плюс кси плюс С кси от кси. Вот неизвестная нам точка. плюс альфа эквивалентно 3 от минус кси. минус кси эквивалентно точке 0. Ну, помните, я писал условия, как точки складывать, когда у нас много точек с кратностями. Ну, одно из условий, что степень должна быть равна нулю, степень этого дивизора равна нулю. Ну, значит... Вот у нас три точки положительные и минус 3, равно нулю. Значит, и он эквивалентен нулю. Отсюда следует, что если мы сложим эти точки по групповому закону, то они должны давать 0. Ну и отсюда получаем просто, что с кси от кси есть 2 от минус кси. Ну, то есть то, что мы и хотели. То есть мы доказали, что вот это вот рациональное отображение с кси в эту точку неопределенности продолжается именно как мы хотели. То есть по правилам группового закона, который мы определяли теоретику множественной сначала. Ну и все. А теперь дальше, как доказывать конец теоремы. Значит, у нас есть на группе сдвиги, которые будут регулярны. Рассмотрим ткси от альфа. Это есть сдвиг просто альфа плюс кси на элемент кси. Для альфа не равное кси. Ну, тогда ясно, что ткси — это есть s от бесконечно удаленной точки на композиции на s от кси. Ну, отсюда получаем, что ткси от альфа — это есть 2 альфа. Вот здесь тоже неочевидная вещь. Вот мы и получили, что ткси от альфа — это есть 2 альфа. То есть вот сдвиг. То есть то альфа при альфа, прибавить к альфа — значит вот такая вещь. Так. Вот. Отсюда для любых двух точек альфа и бета из c от к, наших кривой, так имеем. Ну или c, ну, ткси, то имеем. Что групповой закон, как сложить точки от альфа и бета — это все равно что вот что. Можно их сдвинуть и потом обратно отодвинуть. У нас же абелева группа. Ткси плюс это минус 1 на пси от альфа — это от бета. То есть мы каждую точку сдвинули на кси и на это, и потом обратно отодвинули после того, как сложили. Так. Отсюда следует, что если Пси регулярно, регулярно хоть в одной точке, хоть в одной точке, точки альфа — бета — ноль, то оно регулярно, Пси регулярно, регулярно в любой точке. В любой точке альфа — бета равно ткси от альфа — ноль, т это от бета — ноль. Где кси — это альфа плюс минус альфа — ноль, а это бета плюс минус бета — ноль. Ну просто вот из этого сдвига получаем. Ну а мы знаем, что Пси регулярно, Пси было регулярно изначально при альфа не равных бета. То есть у нас есть куча точек, где она регулярна. Ну, значит, такими сдвигами мы получаем, что она везде регулярно. Вот доказательства. Понятно, да? То есть основная идея была доказать, что вот эта секущая, что она, когда у нас вырождается, касательно из кси от кси, что она на самом деле совпадает с тем теоретико-множественным определением, которое мы изначально давали. Вот это мы доказали, что он продолжается таким образом. Ну и все. Хорошо. Давайте пять минут перерыв тогда. Если С эллиптическая кривая Игрика квадрат Икс куб плюс АХ плюс Б. То есть в Вернстрассовой форме. Тогда все автоморфизмы кривой, вот не эллиптическая, а просто как кривой, все автоморфизмы С не как эллиптическая, а как просто кривой. То есть не обязательно, что точку 0 в 0 переходит. Не как эллиптическая, а как кривой. Ну то есть с точки зрения алгебраической геометрии. Вот. Имеют вид Имеют вид над К Следующий. Что точка P переходит в E на P минус А, где А какая-то точка над основным полем, а И E E E 1 из автоморфизмов кривой эллиптической С0, выписанной ранее, вот в предыдущем следствии был. Выписанной ранее. Там конечные группы, где выписаны, выписаны ранее. Доказательство тоже очень простое. Пусть есть у нас какое-то преобразование, P переходит в лямбда P, где это лямбда наш автоморфизм. Пусть у нас есть какой-то P лямбда P где лямбда автоморфизм Пусть у нас есть какой-то P лямбда п лямбда это автоморфизм ну тогда лямбда минус 1 от этой точки это одна точка пусть это будет точка А из С от К ну тогда P переходит в лямбда от P плюс А ну автоморфизм С он переводит С в себя и переводит точку 0 в 0 ну а дальше можно воспользоваться предыдущим следом предыдущим следом когда мы выписывали чему равны автоморфизм эллиптической кривой которая бесконечную точку в бесконечную переходит 0 в 0 понятно есть вопросы то есть мы получили, что это есть такая вещь это вот есть такая вот бесконечная как бы этих бесконечное количество столько же, сколько точек ну не бесконечно, а сколько точек над самым полем а это какая-то конечная группа в большинстве случаев это PZ2 X минус X и там еще какие-то Z3 который я выписывал вот это вот с корнями зиницы вот такое следствие так теперь дальше теперь дальше значит вот мы закончили теперь какой-то кусок вот значит это был посвящен определению всяких законосложений на эллиптической кривой теперь дальше цель какая значит теперь цель нам нужно что-то поговорить про когомологии групп в нижних размерностях это нужно будет для двух вещей первое это для вот построения код примера к принципу Хасса в случае эллиптической, в случае кривой рода 1 там для построения якобиана и также для определения группы Вейля Шатле группы Шафаревича Тейта и также эти когомологии будут использоваться потом для доказательства теоремы Морделла Вейля о том что группа точек эллиптической кривой над рациональными числами конечно порождена значит насколько вот осталось три человека насколько знакомы с когомологиями групп вообще не знаете да 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 а вы знаете ну тогда вот придется мне что-то рассказывать из-за Саши ну хорошо давайте так я буду говорить то что мне как бы нужно но вот я Саша уже сказал что замечательные вещи это из статьи IT украсился Фрёлих и также вот кстати в книжке Сера локальные поля тоже есть про когомологию групп давайте так значит собственно говоря от когомологии нам нужно будет только от когомологии групп нам нужно будет только h0 и h1 вот значит когомологии группы g конечная группа m какой-то мод же модуль то есть абелевая группа значит вот то есть у нас есть это поражение из g автоморфизмы m ну тогда по определению нулевая группа когомологии gm это есть обозначаетесь также вот так неподвижные элементы множество неподвижных элементов так пример если l на k это конечное конечное расширение гула группой гула g так то если мы возьмем m равное l со звездочкой ну тогда или m можно взять допустим e от l где е это эллиптическая кривая определенные над к определенные над основные примеры у нас будут вот это вот это значит значит тогда m или m просто равно l ну тогда h0 g l это есть k h0 g l со звездочкой это есть k со звездочкой h0 g i от l это есть i от k определение определение скрещенный гомоморфизм значит 1k цикл это отображение f из g в m так что f а сигма тау это отображение f от сигма плюс сигма от f от тау для любых сигма и тау из g вот такое условие то есть такое 1k цикл также значит а ну простейшее следствие из этого определения следующее что f от единицы группы это есть f от 1 умножить на 1 это есть f 1 плюс f 1 но отсюда следует что если отсюда следует что f от единицы все равно так также значит значит этот скрещенный гомоморфизм или 1k цикл скрещенный гомоморфизм или 1k цикл называется называется 1k границей называется главным или 1k границей если для любого m из m f от сегма есть сегма от m минус m значит не не если существует какой-то сегма так что вот этот наш значит 1k цикл есть сегма м для любого сегма из группы то есть такого явного вида ну проверяется мгновенно что он вот такую так заданную формулу удовлетворяет то жество к циклу то есть это будет к циклу ну и определение h1 gm это есть скрещенные гомоморфизмы по главным фактором это есть тябелева группа определение это определение первой группы кгм пример если g действует тривиально на m на m то есть сегма от m равно m для любого сегма из g и m из m то скрещенные гомоморфизмы просто совпадают с обычными гомоморфизмами а любой главный гомоморфизм то есть однако границы равен нулю но отсюда следует что h1 gm в этом случае это просто будет хомом гомоморфизм группа гомоморфизм из группы g в группу m такой пример дальше давайте покажем первую теорему про первую группу кгмологии так это называется теорема гильберта 90 ее можно формулировать и без как бы какомологии ну давайте на языке какомологии это конечно трудно называть теоремой предложение предложение называется громким именем теорема гильберта 90 а в оригинале гиберта называлась зац 90 даже не будет не теорема все-таки предложение зац немецкого предложения значит пусть l над к конечное конечное расширение было было с группой глаза тогда h1 g м со звездочкой есть 0 то есть ревиальная группа так то есть любой скрещенный гоморфизм главный в этом случае вы знаете дайте лим доказательства а у какой-то курс просто слушатели просто изучали сами а в прошлом году а на каком курсе вот а он там рассказывал да и вы тоже слушали вот тогда сами изучали а кто читал ну ладно давайте расскажу значит это полезная теорема в ней следствие интересно понятно формулировка сажда потому что фактически для вас и для видео как они вот значит давайте значит у нас есть что нам доказать нам надо доказать что из этого определения что любой скрещенный гоморфизм будет главным гоморфизмом ну как это доказывать пусть f это скрещенный гоморфизм ну тогда мультипликативных обозначениях это вот что значит вот там я писал аддитивные можно мультипликативные обозначения f от сигма то у есть f от сигма на сигма от f от того так где сигма и делить на гамма для любого сигма из нашей группы же ну а нам на что-то надо найти надо найти гамма и зверь со звездочкой так что f от сигма это будет сигма от гамма делить на гамма для любого сигма из нашей группы же так а же она группа глажит так тогда пусть у нас так как f от того не равно нулю то вот есть такая вот она в разных книжках по-разному в книжке лэнга по алгебре называется теорема артина независимости характера в книжке мил на поэллиптическим кривом называется теорема дадекин до независимости характер так что не знаю чья на давайте так теорема дадекин до артина ну дадекин ясно что раньше жил чем артин артина независимости характера вся сформулирую давайте пока значит а независимости характеров дает значит а утверждает следующий что сумма по всем тау из же f от тау на тау рассматриваемый как морфизм как некое отображение за ль со звездочкой в день это есть не 0 то есть не нулевое отображение то есть значит мы применяем к элементам и ль за звездочкой вот эту вот сумму это сумма как бы это и фото у число у нас из ль со звездочки то у элемент группа гула по всем элементам группа гула применяем отсюда что-то эта штука есть не нулевое отображение из ль со звездочкой в самом деле будет из ль со звездочкой в давайте вот примем пока это на веру значит чуть позже я значит сформулирую теремату артин а тогда вот если это не нулево не нулевая штука тогда тогда существует альфа из ль со звездочкой такое что бета равна сумма по всем тау из же f от тау тау от альфа не равно нулю но раз не нулевое отображение значит существует какой-то элемент где 0 ну тогда отсюда следует следствие что для любого сигма из же выполнено следующее что сигма сигма от элемент этого бета это есть следующая вещь сумма по всем тау из же сигма от f от тау на сигма тау от альфа равно сумма по всем тау из же ф вот для этого применяем для этого применяем тоже не столько от цикла вернее мегативной записи будет f от сигма минус 1 на f от сигма тау от альфа равно 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 f от сигма минус 1 сумма по всем тау из же f от сигма тау от альфа это просто есть f от сигма минус 1 от бета ну то есть просто выкладка с использованием этого тоже столько цикла отсюда получаем что f от сигма это есть бета на сигма от бета это есть сигма от бета минус 1 на бета минус 1 вот все получили то есть из теоремы артина мы находим или другим дате находим такой вот элемент что он главное чтобы был для кого-то элемент и 0 а дальше просто некий трюк с подстановкой то мы получаем когда значит давайте я прокомментирую теорему тоже написано во всех книжках например книжки лэнг алгебра теорема артина там назовет теорема артина независимо значит теорема и туда стираю саш стираю значит теорема артина теорема тоже звучит гордо артина артина перед викинда артина вот я не знаю о независимости характера пусть все один так далее кси n значит значит же даже не обязательно группа маноид то есть есть просто умножение двух элементов же маноид какой-то значит и у нас есть кайта к это к такая-то поле значит есть x1 xn значит разные характеры где под характером мы прозвиваем следующее что у нас значит кси и т это отображение из же из маноида в к так что в к со звездочкой так что си и т от каких-то элементов g1 g2 это есть си и ты от g1 ситы от g2 где g1 и g2 принадлежат наш мужик просто такой мальчик противный характер тогда тогда они линейно независимы над к то есть различные характеры не могут быть мне независимы доказательства ну и реально вот если я стер этот кусок уже реально то что мы там применяем и просто это и применяем как бы ну там вот если посмотреть аккуратно там значит доказательства один характер линейный независим он не 0 потому что ну давайте дальше значит рассмотрим когда уже n больше единицы пусть есть соотношение а1 кси 1 плюс а н кси н равно нулю где а это иска и не все а это равно нулю пусть такое соотношение с наименьшим n ну то есть вот с наименьшим тогда если с наименьшим n тогда n больше равно 2 и любого и а это я не равно нулю потому что наименьшим n такой взять зачем пусть мы знаем что они значит что значит мы можем предположить что кси не то что предположение все различны поэтому кси 1 не равно кси 2 так ну значит отсюда следует что существует элемент z из нашего маной даже так что кси 1 от z не равно кси 2 от z дальше для любого x из g имеем тогда такую вещь что а1 на кси 1 xz плюс а н на кси н xz равно нулю ну в общем это просто это выписан к элементу xz но так как хииты это характер это отсюда получается следующая вещь что а1 кси 1 z на кси 1 то есть получается новое соотношение для характеров а н кси n z xn равно нулю ну просто тут любой x могли поставить получается новое соотношение для характеров значит у нас кси 1 а значит разделим вот это соотношение на кси 1 от z и вычтем его из вот этого соотношения ну то есть смотрите у нас получается да что значит и вычтем его из этого и тогда у нас так сейчас да разделим на кси 1 и вычтем из первого мы убьем первый характер так а при этом так у нас кси 1 от z не равно кси 2 от z у нас значит следующий коэффициент будет не равен нулю когда мы вычтем значит противоречие то есть мы получили то соотношение с меньшим n противоречия понятно замечательно давайте следствие из этой замечательной теоремы гильберта 90 пару следствий мне вообще много она очень часто применяется как бы то есть такая вещь на простая но она такая универсальная и доказательства не такой несложный трюковый но нет но следствие 1 чисто такое теоретика числовое пусть же группа была е над f значит и это конечная циклическая группа группа была так тогда если из того что вдруг норма с образующим же и а известно звездочка ну тогда такой бывает случай на первую расширение конечных полей всегда циклическая группа была так тогда если из того что вдруг норма е над f от а равно единице следует что существует б из е со звездочкой такое что а равно б делить на вот такое утверждение то есть в одну сторону но я ну на самом деле можно поставить туда сюда в одну сторону ясно что если у вас есть такой элемент то норма от него будет равна единице ну потому что норм от этого это произведение по всем элементам группы голова а тут у нас есть он просто сдвинется немножко так а вот в другую сторону оказывается что и если норм рано единице то элемент себя так представим доказательства значит построим один к цикл и применим тереми гелепта 90 норма вы говорите слышный вкус этот норма ну вот есть две важные функции если у вас есть одно поле над другим так и предложу что это расширение гула ну значит расширение гула тогда значит норма норма группа гула есть значит она просто состоит из элементов сигма-1 так далее сигма-м группа конечно тогда норма любого элемента пишется так е над f из е со звездочкой в f со звездочкой и то есть просто по определению норма от е на f от а где а принадлежит из е со звездочкой то есть произведение всех сигма-1 от а сигма n от а и она принадлежит поле в со звездочкой потому что если вы примените сигма какой-то вариант а еще исполните следа когда вы берете сумму а также их можно определить не обязательно там для расширения гула а просто для расширения норма совпадает на самом деле с таким вот с точностью до знака сейчас сходу знак не помню мне кажется вы просто там знака и не будет значит просто надо взять элемент а е над f конечномерное векторное пространство подействовать слева умножением этим этим элементом на этот элемент как векторное пространство над этим над этим полем и распространить этот элемент она будет совпадать с нормы кажется будет совпадать или там знак а след след матрицы вот такое действие понятно хорошо дальше на счет такая получается вещь что вот значит верно так доказательство построим один к циклу и значит f будет у нас один к циклу значит вот этой группы h1 g со значениями веса звездочка тогда мы имеем что f от же равно а пока построим просто положим f от жерну а значит у нас группа циклическая тогда полу тогда значит у нас есть тоже столько цикла из этого торжества мы получим что f от же в квадрате есть а же а ну просто источник а циклу сразу получаем f от же в кубе есть а же а же квадрате от а ну и так далее и дойдем что f g венте а тут у нас мы же не просто так можно построить нас тут ничего противоречения кого не получилось а тут такая вещь с одной стороны g венте то есть е пусть это будет порядок группы n g венте е то есть f от е и мы знаем что f от ей у нас равно всегда нулю самом начале мы это делали так единичный элемент а а с другой стороны мы знаем что это есть значит а же а и так далее же в степени n минус 1 а то есть это есть норма ну и чтоб все сошлось мы знаем что с одной стороны ты ноль ну и по условию нас норма 0 то есть мы построили в общем это проверка это тоже есть значит не 0 а единицы ну у нас вот ну вот из этого условия мы получили что единица это на самом деле есть проверка корректности если немножко посмотреть на это то этого достаточно что мы построили корректно определенный одинка цикл начну построили корректно определенную таким образом одинка цикл стартуясь нашего элемента а и пользуясь тем что норма от не равна единицы отсюда следует что тогда это будет главное к границе но это просто означает что значит у нас тогда значит существует элемент какой-то b такой что а равно бы делить на жертвы просто определение понятно да вот такой факт давайте второе следствие более геометрическая следствие 2 пустель натка опять же расширение глава с группой группой же тогда точка п какую-то берем точку с однородными координатами x0 и так далее xn она принадлежит н мерным проекте на пространстве или точкам н мерного проективного пространства и или расширения так тогда такая эта точка . неподвижно неподвижно относительно же тогда тогда когда x0 x1 так далее xn эквивалентно точке y крик 0 и так далее yn где все все игре гиды из поля к значит что тут нетривиального нетривиальное такое утверждение вот у нас группу нас есть точки вот координаты из пн от л группа гула действует тогда значит а могло быть такое смотрите что мы значит подействовали группой гула получили какую-то получили какую-то получили какую-то получили бы какую-то другую точку б значит значит под действием группы гула но значит так что значит можно было бы сократить на общий множитель у нас же есть тут можно выносить общий множитель так что получилось бы исходная вещь а ниоткуда бы не следовало что все координаты что всегда можно как на какой-то множество сократить что просто изначально получить все все точки из к понятно да потому что вот есть такие действия то есть как доказывается тоже телябин гельтур 90 9 доказательства пусть сигма от p из p для любого сигма из g так тогда мы знаем что сигма от x0 xn есть c от сигма вообще-то априори принадлежит то есть принадлежит l со звездочкой ну вот такой коэффициент так тогда проверяется что значит проверка такая простая просто что сигма который перри значение функция которой сигма соответствует c от сима это скрещенный гомоморфизм простая проверка отсюда следует что существует по теореме гельтур 90 b из l со звездочкой такое что c от сигма это есть b делить на сигма от b для любого сигма для любого элемента сигма из группы g отсюда следует что сигма от bx0 и так далее bxn это есть просто будет bx0 и так далее bxn ну просто вот напрямую из того что тут написано но отсюда следует тогда что bxn это принадлежит полю к понятно да вот гильберт 90 такой же так дальше ну немножко давайте еще и значит а а и и и и Хорошо. Предложение для любой точной последовательности G-модулей А что такое точная последовательность? Знаете? Все знают. 0, M. Собственно говоря, сейчас я формулирую, как это поменяется. Это нужная пагомология. P0 существует каноническая точная последовательность такая. 0, H0, Gm, H0, Gn, H0, Gp. H1, Gn, H1, Gn, H1, Gp. Ну, там дальше H2 возникает, но потом я как-нибудь скажу про H2. Значит, доказательства. Значит, тут ситуация такая. Я для Саши сам говорю сейчас. Давайте я построю просто дельта, а все остальное оставлю как упражнение, которое проверить точность. Собственно говоря, любой человек, который изучает математику и с этим знакомится, должен хотя бы раз в жизни это сделать. Такая некая рутинная проверка как бы. Значит, построение дельта. Самое нетривиальное – это дельта. Ну, потому что у нас H0 – это неподвижные элементы. Это сюда вкладывается, это сюда вкладывается по определению. Это тоже отображается сюда, это сюда просто по определению 1К циклов. Значит, надо понять, почему у нас из H0 от этой штуки есть этот гомоморфизм сюда, H1. Значит, я его сейчас построю, а как упражнение тогда оставлю проверить, ну, значит, те, кто это не делал, а те, кто делал, значит, так, молодцы. Значит, проверить, что это действительно будет точное. То есть ядро равно, значит, ядро равно какую ядру в любой точке. Построение дельта. Пусть P принадлежит H0, то есть это неподвижные элементы, P, G. Тогда пусть N принадлежит из N. P от N равно P. Сигма от N минус N. Значит, мы знаем, что... Значит, мы взяли какой-то прообраз, вот элемент сюда. Мы знаем, что сигма от N минус N принадлежит будет N модулю M, так как P от SIGMA от N минус N равно нулю. Потому что эта точка неподвижна относительно действия группы G, поэтому P равна нулю. Ну и тогда дельта от P по определению, это есть сигма от N минус N. Это и есть значение 1К цикла. То есть это принадлежит M. То есть мы элементу сигма ставим, соответственно, какой-то элемент из множества M. Это будет 1К цикл. Понятно, да? Ну вот упражнение... Значит, проверить... Первая корректность, что это построение зависит от выбора вот этого... Какую корректность надо проверить? Что не зависит от выбора прообраза, от выбора N, что мы построили. Дальше то, что мы построили, действительно 1К граница. А дальше аккуратно проверить, что их все точно. Ну то есть как бы тут много рутинных проверок, хотя они, конечно, абсолютно простые. То есть тут никаких трюков, ничего нет. Все делается в лоб. Так, ну сколько еще тут? Сейчас 5. Давайте я еще сформулирую последовательность, связывающая ограничение инфляции. На этом мы сегодня тогда закончим. А это рассказывал? Нет? Нет? Значит... 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 Вот такая вещь есть. Теперь дальше. Вот если у нас две подгруппы есть. H лежит... H лежит в G и F... Значит... тогда можно 1К цикл ограничить на подгруппу H. И он тогда определяет такое ограничение, определяет гомборфизм. Уграничение... H1 G, M... H1 H, M... Ну... Это просто как бы тут ничего нет. Мы просто ограничиваны подгруппу. Все тоже сохраняются. Так вот, факт. Вот я сейчас про доказательства не очень хочу. Факт. Если порядок группы равен M, то... эта группа есть M кручение. То есть M уничтожает всю группу. H1 G, M. Это очень важный факт. Очевидный факт следующий. Что если у нас очевидно... Очевидный факт следующий. Если... Какое-то K маленькое на M равно нулю. То есть сама... Вот группа коэффициентов уничтожается. И K какое-то целое число, там натуральное число. То... K... H1 G, M... равно нулю. Ну это просто очевидный факт. Потому что вы действуете на образ, на 1К цикл. Вот загоняйте его в ноль. А, что? Уреление как это состоит feels? Что если у нас есть... Рассмотрим группу G и модуль M. Если порядок группы G равен M, то любой элемент аннулируется умножением на M. На порядок группы. То есть есть еще... Когда... Он будет... Если у нас группа коэффициентом чек аннулируется, это очевидно. А это не очевидный факт. вот я когда готовился к этой лекции значит я нашел как бы штуки четыре или пять доказательств но они поймете все как бы на том уровне которым сейчас говорю они все как-то они идейные все а вот как то элементарно элементарно как-то бессмысленно работать с одинка циклами так далее давайте просто я если скажу вот скрыть это будет не совсем может быть строго надо надо одном уровне скажу просто идейные доказательства ну потому что я понимаю что можно руками пытаться доказать что вот этот все но тут есть просто и действительно идейные доказательства которые используют высшие когмологии и так далее значит комментарии давайте комментарии к этому факту комментарии как он доказывается значит вот что в чем как он доказывается если h вот такая подгруппа конечного индекса то вот я говорю существует ограничение существует также к ограничения к ограничения из h1 h м в h1 g m если если h под группа не просто под группа под группа конечного индекса а и верно следующее что к ограничения на ограничение вот сначала ограничения потом в обратную сторону пройдем если h под группа конечного индекса m пусть м это конечного индекса пусть не им будет а пусть будет и конечно индекс это доверен то следующий факт что ограничение на ограничение равно нель ну вот такой факт ну и теперь чтобы из этого вот из этого факта доказать вот это то каким образом мы просто берем нас группа конечно и берем тогда h тривиальную подгруппу когда мы проходим значит вниз на тривиальную подру поганичиваемся и это будет уже 0 мы в ноль ушли и в обратную сторону и это умножение на и теперь давайте я скажу комментарий под этого факта первое как строить такое отображение ну вот я действительно не знаю кого на один к циклах просто определить вот на скрещенных гоморфизмах но она определяется следующим образом и доказывается это тоже со следующим образом вот это так начинать сначала делается есть такой трюк сдвиг из них как бы аргумента она сначала определяется наш 0 на первых какомологиях наш 0 это просто вот у вас есть неподвижный элемент относительно же а аж и относительно подгруппы h что такое м м м жена м м ж м аж и тогда вам нужно как вас ограничение тут сюда а как построить изм значит из м аж вам же отображение но это очень просто это это ограничение у вас есть а есть кограде это ограничение просто а есть к ограничению как построить если у вас есть возьмем какой-то набор классов представителей же по аж тогда просто вот элемент отсюда какой-то м пусть переходит в сумму x и т м ну и стандартным способом вас берет представители все и тогда вот на уровне h0 вы сразу мгновенно проверяйте что будет такой штукой выполнены но это вообще ничего такого нет так а теперь дальше в какомологии групп есть такой стандартный трюк называется сдвиг как бы вот аргументы групп он состоит следующим что всегда можно а вот у вас есть какая-то группа м вот ее всегда можно вложить в группу м с волной у которой вообще все какомологии выше тривиальной ну вот я не буду доказывать просто просто нам это не нужно будет и все но отсюда это ну я там это инъективный модуль можно взять в общем значит м который так что все какомологии на достаточно допустим там h1 и аж ну я h2 не говорил что такое ну в общем вложить берем такой фактор не просто вложить а что это будет же модуль естественно же модуль берем фактор так и вот мы знаем что все какомологии тривиальные выписываем длинную точную последовательность там получаем даже аж 2 не нужен действительно выписывать длинную точную последовательность тогда получаем у нас что то что получаем у нас получается тогда что у нас вот этот вот h1 этой группы вот h1 у этой равен нулю, а h1 от этого тогда выражается через h0 этого, фактор по h0 этого. И мы знаем уже про h0, вот утверждения какие-то мы знаем. И таким образом мы получаем про h1. Понятно? Это такой общий трюк. Ну, я вот тут действительно не рассказал, как строится такая вещь, и почему не h1 будет равен нулю. Ну, это вот такой общий трюк. Давайте все-таки, наверное, на сегодня тогда закончим, может быть.